Начинайте с цели, пожалуйста. Да, цель сеанса. Выполнить все мои миссии, найти, я извините, я фонариком пользуюсь, такие условия. Да, пожалуйста, как вам удобно. Найти все контракты, события, зацепки, на которые притягивались негативные ситуации, найти причины и убрать привязки к людям и к территориям, узнать причины, цели, условия заключения контрактов и расторгнуть все контракты с антимиром, вернуть все частицы моей души из всех проектов, связанных с антимиром, выяснить причины проблем со здоровьем и восстановить мое физическое и энергетическое тело в соответствии с моим эталонным ДНК, убрать программы и последствия проклятия моей матери, запрещая вторгаться в мое пространство, считывать мое эфирное и физическое ДНК, запрещая переброс кармы, запрещая использовать мою энергию, мой потенциал, мой опыт. Отказываюсь от программы жертвы, отказываюсь использовать, распространять эзотерику и магию во всех воплощениях, во всех временах, во всех пространствах. В этом воплощении я никакой религии не принадлежала, никакие эзотерические направления досконально не изучала, но читала, слушала начальную информацию по мифологии, астрологии, нумерологии, фэн-шуй, читала аюрведу, связь с питанием, питание с характером и здоровьем. Пользовалась маятником, практиковала некоторые асаны йоги, но с точки зрения, как физические упражнения, просто как гимнастику. Была на встрече с Аленой Полынь, отказываюсь привлекать деньги моей дочери для оплаты этого визита, отказываюсь от самого визита и от просмотров ее видео. Ездила в буддийский храм в Петербурге и в Улан-Удэ, обращалась к шраманам, принимала участие в ритуалах, касающихся моего здоровья. Отказываюсь просить помощи у всех, кто как-то связан с антимиром. Ездила на семинар с Алексеем Трехлебовым в Визмай. Там были темы йоги, здоровья, славян и массажа. Оставляю себе только опыт и полезную истинную информацию, соответствующую иконам Первого Творца. Отправляю истинную информацию о влиянии эзотерики всем, кто хотя бы раз пересекался со мной или с результатами моего творчества. Поскольку я была веб-дизайнером 14 лет, и некоторое время в соцгруппе распространяла каждый день астрологические прогнозы. Отменяйте эту ситуацию, да? Да, отказываюсь, отказываюсь. Супер. Отказываюсь принимать и передавать программы и карму рода, навязанные антимиром всем моим потомкам во всех моих воплощениях. Но я не знаю, имели ли я право это делать. Поскольку многие же дети, по сути, могли прийти с целью изучения каких-то вопросов. То есть, если я это отменю, имели ли я право. Ну, смотрите, я хочу. Все, что вы передаете информацию, что означает, то есть вы открываете те закрытые аспекты, которые были недоступны для понимания, и открываете возможность открыто сделать выбор на подсознательном уровне. То есть вы не навязываете магическим путем, как это делает эзотерика или магия, вы просто передали информацию, а ты с этой информацией делаешь, что хочешь. То есть вы, таким образом, вы не втягиваетесь в кармические взаимоотношения с этими людьми. Возвращая все программы и магию вместе с их последствиями в антимир, создателем программы, ритуалов и правилов, я присутствую в Мире по Петербургам, существует получая сеть из черных проводов. Дома соединили в единую сеть проводами над крышами. На улице рек навесили дополнительные провода на фонарные столбы. В общем, весь Петербург, он весь в черных проводах. Такого нет нигде. Из европейских гладений почти 24 часа в сутки включают его ржи, но он очень противный. Похож на очень высокий тонкий звон в одной точке мозга. Противный до тошноты, это точно. Постоянно волновые воздействия увеличаются в то время, когда люди засыпают вечером и просыпаются утром, когда мозг входит в альфа-состояние. Пример, ну это вот, в принципе, каждый день можно рассмотреть. Ну вот, очень яркий пример был 23 мая. Я специально ходила в магазин, в Шемино. Там на самой улице висят эти черные провода, в самом магазине. Вот невозможно было просто находиться. Никто из окружающих меня это не слышит, никак не реагирует. В общем, я чувствую себя как это, в Кассандре номер два. Вот, если можно было бы хотя бы вот на этом примере рассмотреть, как воздействуют вот эти звуки именно в тот момент. И вчера я специально переехала к дочери, поскольку мне не дали возможность дома провести сеанс. Приехала вчера к дочери, и после 18 часов там писк стоял в голове постоянно. Но это уже был загород, это была дача ее. Там он даже не прекращается. И у вас цель на этот сеанс, то есть во время нашего... На этот сеанс моя главная цель – разобраться с проводами, потому что писк в голове и воздействие каждый день есть. И хочется с этим разобраться. Хочется разобраться, почему я это слышу, и каким образом я начала это слышать. Если есть какие-то контракты, все контракты, связанные с волновыми воздействиями, расторгнуть и обратно в антимир вместе с последствиями. Супер. Хорошо. Вот это, по сути, главный аспект. И еще второй главный аспект – это воздействие вот этих синих и коричневых фильмов. Потому что воздействие идет на миллионы людей, русскоязычных, со всех сторон. Как вы понимаете, да? И стоят с другой стороны. Я свое видео не включаю, да? Нет, нет, не включайте. Мы тоже не включаем. Между прочим, это нормальная коутинговая практика, когда нет видео. Потому что когда нет видео, нет отвлекающих моментов, и вы можете больше сосредоточиться на своих внутренних переживаниях, мыслях и так дальше. То есть это, вообще-то, это правило, как проводятся подобные встречи. То есть это нормально. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Я вижу, как от сектора интерферентов и в секторе магии, как два столба, такие две палки. Между ними такие висят, как Лена говорила, провода. Но они как-то странно, это перепутаны. От этой палки не как провода висят, но так от палки в разных местах. От самого низа к самому верху. А под этим, как какая-то считывается человек, но оно выглядит, как, скажем, такой маленький овал, черный, плоский, который ходит под этими проводами без рук, без головы, на ножках. И потом в какой-то момент, как я слышу тумблер в секторе магии. Оно включается, и этот человек, так называемый, притягивается в эти провода. Он просто вот так как уплывает туда. А в секторе магии находится, как будто бы сидит кто-то за каким-то пультом управления. В пульте управления что-то белое, а фигура похожа на какую-то сущность, черная, большая, лохматая. И звучит сумрачный город. Хорошо, Виктория, разберемся. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Поднимись повыше. На счет 3 найдем эфирное пространство и эфирное тело Елены. Лена, 1, 2, 3. Я ее вижу, у нее энергосфера почти правильной формы, то есть завершенный шар, а вот где сектор принятия решений, то есть вверху, с правой стороны, и часть головы, она просто как съедена, там вообще ничего нет. Там считывается вот эта черная энергия этого зверя, который жует, поедает. И от этой энергии тянется подключка вот сектор магии. почему-то вот вдруг прозвучала Мона. Елена писала, что у нее были сеансы с Моной. Ну, разберемся. Хорошо, Виктория, давай считаем эфирное ДНК. Елена, она ли это? Я вижу, что это она, но насчитывается. Это она, но ее закрывает какая-то программа, магия. когда я только посмотрела, перед ней, вот с правой стороны, какая-то клякса черная, считывается полна зависти, и от этой кляксы в сектор магии идет подключка, и я вижу там ритуал, фотография. О, так это вот эта фотография с этим, и там зубы. Там на этой фотографии, я, ну, фотография, она там все движется, как в кино. Я вижу там Елену, а у нее такие зубы белые, и от этих зубов в сектор интерферентов идет подключка. А она там движется, улыбается с этим, с парнем своим. Вот. А эта женщина, которая там находится, она держит в руках эту фотографию и колет ножом, и считывается, вот так как это колет, вот так вот, зависть, зависть, зависть. Вот. Потом она поливает, чем-то берет. В эфирном пространстве эта девушка выглядит очень странно, с огромным таким между ног, ну, как мужской орган. Что-то такое. И это подключик, у нее тянется как бы из хвоста и снизу, с нижнего портала. Считывается, вот я услышала там, когда посмотрела на эту энергию, дух безразличия к человеческим душам. Понятно, Виктория. Давай спросим у Елены, разрешает ли она потрудиться с ней для нее? Она говорит, что ей нужно снять петлю, показывает, что Елена, у нее петля на шее, она ее как бы снимает, говорит, разрешаю, и на этой петле одна я слышу фиктивная, дефективная точка есть. Какая-то дефективная точка тоже тянется в сектор магии. Так, хорошо, вернемся к этому. Давай, вот эта женщина, которая держит фото и колет ножом, этой женщине приказывает проявиться согласно физической ДНК и отвечать, кто она такая? Она ухватила как бы за талию. Елену говорит, что она сотрудница и говорит, подружка ее мужа. Она называет этого парня, с которым жила. Елена. Она хочет отобрать, то есть она как бы Елену хватает за талию и отсовывает. Это зависть, да. Приказывает и женщина отвечает, что именно она делает в пространстве Елены. Что это за ритуал она делает? она говорит, она что-то точно колдует, руками водит, брызгает изо рта какой-то, считывается пеной изо рта, какой-то водой или чем-то. Но в эфирном пространстве это выглядит как пена какая-то, считывается так. но она говорит, что она опровергает истину. Потом я вижу, она как бы руками в секторе навязанных программ, вот раздирает вот так руками, как бы знаешь, кто-то хочет что-то разодрать. говорит, разлучаю. И прямо в ней прозвучала разлучница. Значит, ритуал с фотографией. Так. Что в это время ритуала происходило с эфирным телом Елены? Ничего не происходило. Происходило в тот момент, когда она посмотрела на эту фотографию и у нее она как будто бы рукой черной такой левой схватилась за зубы. За свои. Я слышу переняла что она переняла? Говорит программу обезглавить, лишиться зубов, способность грызть. Я слышу буквально выгрызать свою местность, свое место. То есть отстаивать свои личные интересы. вся вот эта черная энергия пошла как удар на зубы. Слышу разрушение силы разума. Зубы это как физическое проявление силы разума, силы воли и способности отстаивать свои личные интересы. Я слышу распределять, распределять, я слышу по магическим местам, определять нападника, нападающего, определять. то есть способность разума распознавать добро и зло и давать отпор. Это как детки, палочку пьют, а потом зубки вырастают, и они могут грызть твердые предметы. То есть вот эти жизненные ситуации, это способность перетравливать. так во время именно оно было завязано во время ритуала, оно просто мое внимание там тук-тук-тук, где эта точка почему-то идет невозврата в этой точке и привязка в сектор интерферента. И в этот момент, когда она показала эту фотографию, я вижу, что в этот момент вот это она почему-то идет как Катерина. Может она кого-то проглотила какую-то Катерину. Она вот так вот вздымается вверх и становится как раздутый шар и считывается заняла место. Чьё место? Чьё это место? О, в секторе интерферентов ребенок плачет. Катерина. Звучит мой ребенок. Сейчас я посмотрю, кто сказал. А это Елена сказала мой ребенок. она поглотила энергию именно Катерины. Почему-то этого ребенка. Сейчас я посмотрю, почему. она вот от нее идут такие энергии слова. ее не любит, она ее предала, она ее убила. и она притянулась, эта магия притянулась на насилие, которое было проявлено самой Еленой. считывается как ошибочные моменты, то есть это как какие-то крупинки, которые собрались вместе всех реинтерферентов, то есть они стали доступны, то есть вот эти так называемые грехи или проступки против другого человека, оно как бы открывает доступ, так я слышу, достояние рук антимира. Так, а что это было за поступки, что это значит убила это? Ну, я сейчас абортированный ребенок. Я передаю Елене, что она отказывается не любить свою дочь, она меняет эту ситуацию на любовь, что она вынашивает, я просто вижу, как этот ребеночек, он переходит, его душа из сектора интерферентов, просто в ее живот считывается святое древо, и и какая-то плацента, вот такой, как будто на животе такой черный накидка такая, оно отпадает, я слышу, время смерти, оно отпадает, развязывается, а это начинает бегать в секторе магии, вот эта женщина, которая, я ей приказываю, она проглотила Екатерину, я приказываю ей отдать Екатерину, она не имеет никаких привязок, я вижу, как вот этот удары ножом возвращаются к этой женщине, там в ней звучат сейчас и имя звучит Зинаида, и она поглотительница, она буквально как вампиряка понагладывала других, но больше всего вот эти энергии Екатерины, я ей приказываю убраться с пространства Елены, и передаю Елене информацию, что она может с ней сделать все, что хочет, потому что эта женщина вторглась в ее пространство, и я вижу, как вот эта клякса на лице, как маска на лице Елены сходит, и она буквально как будто бы вынимает такие черные зубы передние с корнями из себя, с рота, изо рта, и передает этой ведьме, и я вижу, как в этот момент этот так называемый пиндер, он выходит из пространства Елены, зарастает, заживает вот этот изъян, где был этот дух, который пожирал, а вот этот пиндер, как интересно, видишь, начинает, оно звучит неприличным словом, вот так тыкать в копчик, так называемый, ну в это место, эту ведьму, то есть это возврат кармы, я передаю Елене, чтобы она вернула всю карму за все действия и последствия, и всю зависть к этой же, к ней, пусть забирает ее же руками и применяет все последствия к ней же. я вижу, как у этой женщины, она не считывается, ну как обычно у ведьм, именно, из головы выходит Катерина, и образовывается новое пространство, я слышу любви в секторе первого творца, а это энергия раздора с этим парнем, она уходит, разрушается эта магия, и вижу, как черное сердце, оно как-то соединилось, как будто бы было разорванное где-то, и оно ей по голове бьет. И вот это все, что она делала, возвращается к ней внутрь нее. То есть вот это, что она водила там руками, ветер какой-то жужжит, вот это все к ней, эти брызги какие-то, пена, оно все, пена на урта от злости, от зависти, вот оно что, что за пена. Вот, и к ней это все возвращается, ааа, Елена наша поднимается вверх, я передаю, чтобы она уничтожила это пространство, губительное пространство. Пусть учитает все чужеродные энергии. И может сделать с этой ведьмой все, что хочет, она может, и пусть сотрется со всех информационных полей, эту информацию и изменит, так как она хочет ту ситуацию. Я вижу, как она говорит, как будто бы останемся дома, и его, этого парня, как бы усаживает на диван. Стирает это все. Хорошо. Так, слышу, моя дочь, я спрашиваю, где ее дочь? Она говорит, я учила ее гороскопом, но я ей предаю, что ее рациональная часть хочет отменить. это выглядит вот так, что Елена сидит за пультом управления, у нее такие наушники, много наушников, как будто бы одновременно на голове, и перед ней много-много как компьютеров, как будто бы, такие экраны, они слоями такие, и прямо как будто бы, ну, миллионы их очень много, а она им, я слышу, веща это зло. У нее подключка идет как бы сзади, по спине, через сердечную чакру в язык, и с языка как будто бы вот эта черная, вот ее язык имеет черный цвет во рту, а потом, где уже заканчивается, где кончик языка, там оно продолжается, программа такая, как змеиный, он такой длинный, белый, то есть гипноз, и раздваивается, как у змеи, и вот так вот шевелится, как волна, туда-сюда, туда-сюда. я слышу, внушает ложь, и показывает Елена, что у нее на правой ноге огромный шар, говорится, я слышу, карма безразличия к человеческим душам, а левая нога вся утянута вниз, сектор магии, черная, и по диагонали вот так дотягивается сектор жертвоприношений, считывается энергии слюды, то есть это искусственные программы, и я слышу контракт на развлечение душ. Виктория посмотрим, когда этот контракт был заключен. Оно как-то идет вот так, мало-помалу, сейчас я проникаю в то пространство, оно очень загрязнено, находится в секторе принятия решений, но сейчас оно опускается, я слышу то низвержения падших, и уходит так вот в сектор магии, там какая-то желтая энергия, как будто бы желтый какой-то кусок ткани или бумаги, на котором черным написано каким-то арабским письмом, сейчас я почитаю, что там написано, контракт на разделение души, это связано с этой работой фэп-дизайнера, и вот это вопечатание этих статей, гороскопов, я слышу, что она ответственна, у нее карма, ответственность за судьбы людей, миллионов людей, я слышу, что она опорочена, и опорочила себя, и опорочила род человеческий, а почему по опорочила, я слышу, унизила этими действиями, вижу, как забрала, я слышу энергию творчества, и вот эти зубы, она как будто бы там как шар такой, и с такими зубами, у кролика, я сейчас смотрю, что это означает, я слышу, что это пространство беззащитной души, спутывание рук сзади, это неспособность уничтожение зубов, ответственно за уничтожение зубов нации, российской нации, понавешали, ну, это программа, это, скажем так, эгрегор, да, люди, которые делают какие-то действия, которые противоречат конам живого соседу, они автоматически впутываются в эту программу и становятся, я слышу, ловушкой для других, то есть они попались сами и становятся ловушкой для других, ну, когда я смотрю, это ловцы душ, то есть сам человек, когда является жертвой подобной ситуации, да, подобных действий, мышления, он становится ловушкой, он попал сам в ловушку и становится ловушкой для других, это автоматические программы, которые работают так, сам попал в яму, стащи как можно других. Где это решение Елены связано с этим контрактом на лечение души? Где этот контракт? Да, где ее решение? Я слышу, согласиться на зарплату, то есть это когда она вот пришла на работу и согласилась это контрактор, как рабочий контракт. Понятно. Вижу, в этот момент она как часть своей душе отдала. Слышу, аюрвета, эгрегор. Эгрегор. Ну, у нее очень много эгрегориальных привязок. Оно считывается как ментальные привязки, как не может отпустить. Когда Елена согласилась на эту зарплату, устроилась на работу, что на эфирном плане произошло, с кем она подписывает контракт? Вот это чудище, которое там сидело, тыкало на кнопочке, оно вот так. Ты меня не видишь. Короче, руку прикладывает к правому уху и начинает прислушиваться, выступать, как доктор делает пульпации, он простукивает. Именно по этой программе убийства ребенка, которая вот в эфирном пространстве это беременность, она так и висит, и это решение висело на тот момент убить ребенка, как такой пласт какого-то заржавевшего металла на животе, который вот так шел в сектор интерферентов. Убить души, вот считывается, когда я смотрю на эти энергии, этот эгрегор, то есть это привязка к эгрегору убийства душ. Так, вот это чудище, что это за чудище, какова его суть? Рассчитывается воплощенный дух ненависти к человеческим душам. Именно в этом эгрегоре вижу, лежит в позе, ну как я вижу всегда регрессологов, будто бы лежащие, чуть-чуть под наклоном, это то, что и прозвучало в первый раз, звучат энергия моно-мона, но этот дух имеет вот Илья, в его пространстве такая малюсенькая, малюсенькая, а вот это чудище огромное, это считывается его энергия, вижу его лицо, бороду, слышу Мамаев. А почему Мамаев? Потому что вчера я тебе рассказывала, как его разоблачила во время моего полета. Он все время прикрывался такими то монастырский, то цельнозор, а я ему сказала, нет, ты Мамаев. Колдун. Колдун преисподний, он властелин иллюзий. Это нам уже всплывало не раз. То есть он самый главный создатель, а я слышу создаватель иллюзий. антимира, скажем так, вот эти матрицы антимировской. Какое он имеет этот, Мамаев, отношение к этому чудище, к этому эгрегору? Он берет вот это чудище, эту мону, которая там застряла, как будто бы у него в пространстве, в животе, и так ее погладил, говорит, она меня любит. Она там светится внутри гипнотическим, я слышу взглядом. Он ее припнотизировал. У них жуткая гипнотическая привязанка между ними. Она в неволе считывается и подвержена насилию. Понятно. Так, Мамаеву приказывают отвечать. Что он делает в пространстве Елены? Он через руками, его руками через мону говорит. Она читает ее мысли. И я вижу, как сквозь эту мону. у него именно считывается в чреслах, то есть в ротовых чакрах находится. И он как будто бы сквозь нее пропихивает этот свой хобот, как у мухи. Вот он тянется, вот расширяется, точно как хобот у мухи. К решению я слышу принять на работу. получается, что своими энергопотоками он притянулся на это решение, то есть энергии, дух, они все одинаковые, ну как электричество течет в одной цепи электрической, а питает разные приборы, и каждый прибор работает по-своему. Вот точно так же дух, он это как программа, которая имеет одну и ту же информацию, дух, энергию, и в разных людях проявляться может по-разному, и в разных эгрегорах проявляется по-разному, но основа вот этих всех эгрегорных структур, магии, эзотерики разных направлений, одна и та же. Дух возмездия на человеческую душу, то есть это жуткая идет энергия ненависти именно к душе человека. Так, хорошо, Виктори, давай посмотрим, а кто хозяин этого чудища, этого духа возмездия, самым главным приказываю проявиться в его пространстве согласно его эфирной ДНК, кто самый главный? Я слышу вампир, Люцифер, у него во рту как будто бы хобот, только как-то втягивается, наоборот. Внутрь? Ну, внутрь, потому что энергия, он отсасывает энергию, если взять например вот Мамаева, вот этот, то хобот идет наружу и он отсасывает энергию через муну к себе и дальше оно пошло через задний проход, так и слышу в магические и там всякие структуры, не буду это описывать, и попадает потом в эти энергии именно в хобот этого вампира. Короче, как черная дыра, да, уходит. Как черная дыра, но все там утягивается, но так и считывается антимир. Вот. Так, у этого Люцифера есть частички души Елены? Да, есть. И через него это он это такая структура, как будто шар такой очень плотный, вот как это накидка так называемая на животе была у беременной, вот точно так же, и оно проходит внутрь, а внутри все сияние там, внутри там свет, я слышу, что там умирающие души, поглощенные, которые не могут выйти из-за Грегора иллюзий. Это Грегор иллюзий, А Илья Мамаев, он как главный иллюзионист, он вот буквально как перекидывает шары этими иллюзиями. Я слышу мир преисподний, мир разрушения добра, душ, гиена огненная, то есть я слышу без возвращения, разрушения без возвращения, конечная гибель души, утилизация погибающих душ. А в этом животе у Люцифера, где находится частичка души Елены? Она сидит за компьютером, вот это решение распространять ложь, она сидит за компьютером в эфирном пространстве, это решение висит, и она так, как на печатной машинке, такие звуки, печатает, 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 правая рука черная, под левую руку, она как ей подкладывают листики такие, и она вот это левая рука считывается гипноз, то есть она замешана в этом эгрегоре, и ей навешали естественно через эти все эгрегориальные структуры, всю ту ответственность, которая лежит на плечах этого Люцифера, этих колдунов, Мамаева, это все она обвиняется в этом всем ее. И она смитывается распространитель зла, распространитель иллюзий, лжи. И она показывает снова эту правую ногу с огромным шаром, то есть кармический, кармическая ответственность. Хорошо, Виктория, давай посмотрим еще контракт, какие условия в этом контракте, на что согласилась Елена? Я вижу, как она отдает свою душу, она цельная такая, как шар вынимает сердечные чакры, а он на миллионы частиц распадается. как-то от этого шарика к этим малюсеньким шарикам такие прорастают черные привязки. Вот эти провода. Я слышу, она слышит шум. И вот эта программа, которая вначале, которая втягивает как будто по человеку эти провода, я слышу, она слышит шум, это вибрации, какой-то писк. И там управитель душ находится в секторе магии. Какой-то человек за пультом сидит. Приказывает Эгрегор. Да, а в этом Эгрегоре я слышу распространитель лыжи. Это как зеркальное какое-то отражение. Это как параллельная реальность. Реальность многомерной это пространство магии. То есть она в одном пространстве она сама это карма. А в этом кто находится, сейчас я вас спрошу. Это людище вдруг стало маленьким. Оно такое огромное сидело, а сейчас она стала большая. Так смотрится высоко на левую ногу, где он тыкает, тоже печатает. Я его спросила, кто он, чтобы он отвечал. Он говорит, мон и друг. Я приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве. Елены. Он говорит, буквально вот так, разрушая ее душу. И с его глаз такой луч черный пошел в сектор принятия решений, где вот это подписано, этот контракт на принятие работы. как бы она соглашается тогда принять объем работ. То есть вот как будто вперед среди безобидных обязательств своих вот это еще. Вот это как отсунули, да? Ясно. Так, хорошо. Елена, рациональная Елена хочет расторгнуть контракты с сантимиром. Пусть она хочет откажется в этой работе, принимать эту связь с этими гороскопами откажется. Вдруг сейчас все замораживаю это все, потому что проявилась еще одна слышу. Она не может увидела лицо и голос Елены Гелева. Она говорит, она с нами в одной связке. Говорит, мы запутаны в одних нитях. И у Елены между ног, вот где позвоночник, такой огромный, свисает хвост между ног. Она превратилась в какого-то козла. В эфирном плане выглядит как скелет, как будто бы такой худой, белого цвета, рога козлиные, как бафомет, а по позвоночнику такая черная энергия, хвостом свисает. И я ее заморозила в кубик льда. И спрашиваю ее, что она делает в пространстве Елены. Она говорит, приглашаю на соглашение. Говорит, с Ильей Мамаевым. Он уже начинает считываться под его истинным именем. Потому что Мамаевый это колдун в переводе с украинского. так, что это за приглашение, которое... Это должность, Мамай. Вот. Что это за приглашение Елене? Которое это... от Елены идет такие черные руки и такое колесо. Слышу колесо неудачи. Как будто это... Вот это была какая-то в России передача, где там этот с усами что-то там такое... какие-то бизы... где, когда крутил или поле чудес. Поле чудес. Вот это поле чудес. Якубович. Якубович, да, да, да. Вот. Прямо это та же энергетика. Вот это будет. И там бегают как будто лотерейки такие, знаешь, и там бегают такие шарики по этим ячейкам. И она говорит, приглашаю в преиспопаде, почему-то кривляется постоянно. Но она обычно так, если говорила иногда, но когда я с ней в жизни говорила, то она так и кривлялась. Вот. Так. Угу. Так. И что произошло, когда она пригласила Елену в преисподнюю? Так, я сейчас посмотрю, что это было. Угу. Я слышу групповые медитации, совмещение энергий человеческих с демоническим духом, с духом безразличия к судьбе человеческой души, отстранение от света жизни, уличения, программы уличения, то есть уличения по зле. подписывает контракт Елена во время этого приглашения, когда она согласилась. Я вижу, как от сектора интерферентов, на этот круг, который там бегает с какой-то штучкой, надо посмотреть, что-то за штучка там бегает по ячейкам. Такие черные руки, пац, вот так вот. А Елены руки, вот отсюда, как будто бы энергия вот так вытянулась с ее энергосферы. И под этими черными руками, а сейчас я посмотрю, а другие участники, а другие участники то же самое. Это как вызывание духов происходит. Они все на этой, на этой штуке вот так вот зациклили свои, оно произошло, как электрическое сцепление. Так, пух, и сразу все. Пух, вот так вот все руки, а вот эта черная штучка, которая бегает, она считывается буквально как вызывание духов преисподней, а это черная штучка. Какой-то, как шарик, просто кому-то тянется к какой-то сущности в секторе магии прямо в яичник. Считывается как генетический распространитель, идей, иллюзий, заблуждений. а кому-то оно там тянется? Вижу только сейчас такой пиндер, прям как живой, черный, тянется в сектор вот ад. А сущность это стоит, и вот этот шарик там внутри в семенниках. А это кто? А это вот это чутище, которое там стоит. Это дух. Да. Так. А вот эти энергии, они попали от этих, вот эти энергии человеческих, от рук, от участия, оно буквально звучит вызывание духов. Так, вот эти программы, да, получается, плодятся. Они уже совмещены с энергиями человеческими, я слышу с человеческими согласиями, ну как это интересно, смотри, вот эти черные программы, они как живые, вся вселенная живая, они говорят одно, а в них вот так, как будто бы они сцепили, и все так, и внутри, как в какой-то в капкане, вот эти сияющие души. И вот лицо Елены нашей, которая тоже там говорит, она движется, говорит, это энергия. Вот эти гороскопы, да, это как бы ее участие. Да, это все участие в этих иллюзиях, то есть это создание мифических пространств, с мифическими, эзотерическими событиями, которых на самом деле нет, или были, но искажены, то есть и вот это соучастие, оно так и звучит, соучастие в бытие дьявола, то есть духи не имеют, они не могут воплотиться, им запрещено, они раньше воплощались, но они, а сейчас им запрещено, что они пытаются вот так вот проникнуть физически воплощенный мир через действия, через магию, да, и вот как это вот, которая на фотографии там колдовала, вот она стала соучастником, люди, которые берут участие в гороскопах, в таких групповых медитациях, это все вот. когда она согласилась на эту групповую медитацию, на что Елена согласилась? я слышу быть соучастником, я слышу сни 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 вергнуть, как это, сни вержения, сни скинуть, да, добра, то есть вот здесь вот это пространство формирования будущих событий, они находятся вот где левая сторона, вот здесь, ментально, если я смотрю вот так, да, это и это идет как разрушение этого, внедрение в это пространство и формирование событий, я слышу, под прикрытием Люцифера и вот эти все эзотерические похождения, да, вот это Мона, Елена, то есть там где закрадены ошибки, вот оно про, что я слышу, от Мона идет, я его видела, я его вижу, но не скажу, и не такой черный палец, как Пиндер, как будто бы Пиндер у нее вот так перед губами у Мона, когда она делает сеанс, и она говорит, я его видела, но не скажу, это ее было презрение, считывается собственной души, я слышу, это было начало ее падения, разрушения добра. А какая роль Мона в этом групповой медитации под названием проводник, вот как эти провода, которые висят буквально в физическом плане в Санкт-Петербурге, вот точно так же она является проводником между человеческой душой воплощенной и духами, духом зла, вот это, который там. Понятно. Так, в этом контракте, когда она приняла решение вот на грубовую медитацию, что еще, какие условия есть? я слышу Елена, от Елены ее вот этот дух, как хвост вот этот крокодилий, подсовывает контракт, ты не сможешь освободиться никогда. Разрушение какое-то идет, энергия разрушения, я слышу мистических файлов, разрушение добра, точка невозврата, мистический объект воздействия, и вот это именно снова этот шарик, который бегает по этому, вот это взаимодействие. Это выглядит в эфирном пространстве, сейчас я увидела, как будто бы вот человек кусает яблоко, и когда он уже возил зубы в яблоко, то это произошло сцепление. Действие. Действие, это как раз и есть сцепление, решение, действие, то есть человек с своим действием заключает договор, так называемый, если он что-то делает неправильно. Так, сейчас я посмотрю и спрошу у души подсознания Елены, что это за фиктивный такой договор, почему по оконам божественного всесвятого она может в любой момент отменить свое решение, почему это Елена думает, что не может. А Елена говорит ехидно, так как обычно. Она сцепилась, ну и что? Ну хорошо, сейчас пусть наша Елена отказывается принимать участие в групповых медитациях, и я вижу, как уходит такая черная волна, я слышу к Елене, не верить Виктории, как столб вот такой черный, вероятно, она что-то там внедряла какие-то программы людям, чтобы не доверять истине, вот поэтому оно и шло так, так, уходит. Это Елена в секторе магии находится по отношению к нашей Елене. Да. То есть приказывает это Егелео забирать все ее воздействия, ложь, обман. Что-то происходит интересное, потому что к Елене в рот как будто бы вот так вот такая волна, как змеиный язык возвращается, а наша Елена вот так руки эти черные, они такие были, а сейчас такие мягкие, вот эти, которые держали ее руки. Энергия так подняла, они такие бесил, таких хляб выбросила и говорит отменяю решение, брать участие в групповом сношении. Это как акт сношения. Хорошо. С этим пиндером и этот пиндер к этому духу, вот так как этот хобот возвращается, а эта штуковина, это где-то бегал, это шарик, вот так разламывается наполовину и выходит, я слышу святое древо и вижу такое, выходит как цветок такой, с такими вот, а там в этом древе как будто бы оно как нарисованное, как будто такие вот узор, знаешь, а где ствол, там как будто бы в стволе Елена, наша Елена, как будто бы ствол, это она, только вот здесь я слышу пирамида власти, где правая сторона, вот так, знаешь, вот так, там где шляпки в одно время носили барышни, это принятие было той власти, это 18 век, после потопа, они носили как знак поддержки этой демонической власти такие шляпки на бекре. Хорошо, пусть Елена отдает чужую карму, расторгает эти контракты, отказывается от этих всех писать гороскопы. Сейчас я вижу, как она буквально отрывает руки от этого, который считывается как медиум, процесс, медиум, то есть вот это групповая медитация Елены, считывается программа медиум для вызывания духов, и она разрушает это сцепление, отменяет, вот это снова слышу, неверие Виктории, оно уходит в Елео, и просто в ее рот эта черная энергия, этот столб, и когда этот столб к Елене зашел внутрь, то вот эти столбы, эта программа как стояли столбы с такими проводами, вот так эти столбы друг к другу нагибаются, потому что эти провода их начинают тянуть вниз, человечек, так называемый эта программа сцепления, как с рогатки выстреливает чистую энергию, божественную энергию нашей Елены в сектор разрушения демонических программ и формирования собственного будущего по собственному плану, ментально это находится на пути к первотворцу, от меня это справа, справа, оно всегда от каждого человека находится по правой руку вверх, если да, наша Елена выходит из такого лабиринта, я слышу, из лабиринта сознания дьявола, то есть вот этого брехуна, оно звучит так, брехун, и слышу мамай, 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 он, слышу, мамай, оберег украинских степей, он считывается также заколотник, протестант, почему-то звучит заколотник, то есть это заколотить протест против конов первотворца, я слышу, создатель иллюзий, и вижу, как он берет из подсознания Люцифера, вот эти черные шары, буквально он вытаскивает сознание Люцифера вверх, постоянно звучит создатель иллюзий, маг, колдун, так, давай посмотрим, Виктория, когда этот мамай впервые проник в пространство Елены, в любом из воплощений, где было это первое событие, сейчас я вижу снова это, что я видела, как Елена стоит, как будто бы привязана, руки сзади связаны, она как возле столба стоит, руки связаны сзади, она как березка, как такое дерево, а к ее рукам вот эта черная идет привязка в сектор магии, я там слышу отошли, куда-то отошли, как будто бы в сторону, отошли, сейчас я посмотрю, там все черное закрыто, и вижу такая какая-то заснеженная гора, сектор магии, это выглядит вот так, там есть пространство, сейчас я его обойду, но от этой березки связанными руками, черная идет, так выглядит вот так, как такой плоский диск, который раздвоен посередине, как будто бы его разрезали и отодвинули края, и там внутри, это черная подключка, идет туда, а там все какое-то красное, и потом открывается маршрут, лыжники идут друг за другом, друг за другом, почему-то идет девять, а десятый, а десятый находится, я слышу, в тени и десятый кто-то так, это вот это событие, да, это событие, перевод, перевод детлова, что имеется ввиду, я не знаю, я только вижу, это такое пространство, я слышу, навязанная иллюзия, это находится в секторе магии, оно как такой надутый прозрачный шар, это нереальная история, которая произошла с Еленом, это, я слышу, надувательство, это идет как раз это сочетание от этого, что надуть пространство, надуть, накачать иллюзией, я вижу, что это иллюзия, это как было, это магия, это магия, это, сейчас я тебе случай расскажу, который произошел буквально два дня со мной, это, со мной всегда такие перформансы происходят, чтобы я понимала, как это работает, мне гости приехали и какую-то тему косметологии обсуждали, девчонки, ну это молодые девчонки, да, и они там говорят, одна говорит, что у моей подружки был такой герпес, и у нее там губка потеряла форму, и вот она сделала какую-то там процедуру, и все встало на место, и когда она сказала, герпес, мой палец непроизвольно, тык, по этому месту, то есть на это место, где она показала, я слышу, что это момент принятия, на следующий же день у меня появился там такой волдырек, как ну герпес, хотя я уже даже не помню, когда это у меня где-то когда-то было, может 30 лет назад, может больше, да, то есть это моментально, то есть это проникновение в пространство через момент принятия, я вижу, что это иллюзия, так сейчас я посмотрю, кому на принадлежит эта иллюзия, когда я смотрю на, ну можешь вырезать, можешь не вырезать это, ну короче, вот эта черная штуковина, которая закрывает это пространство иллюзии, ладно, скажу так, как женский орган звучит, понятно, так, кто хозяин этой иллюзии приказывает ему проявить согласно физической ДНК, так, проявилось какое-то существо, как горгона, с такими волосами, с этими змеями на голове, это считывается властелин иллюзий, властелительница, почему-то вот так это звучит, женские энергии сильно идут, и я приказываю проявиться, кто это, на физике, кого-то проявляется Илья Маммаев, и, а почему с женским, а, ну, почему-то, потому что он использует мону, он не может сам, вот она, он ее проглотил, совместились их энергии, этот, он, как, у него нет души, может, когда-то была, но уже нет, один вот этот дух Люцифера, который проглотил вот это сцепление с Моной, и через связи с Моной это все и проявило. Это как раз как в психологии, кого мы сильно любим или ненавидим, это означает, что у нас есть привязки к этому. Хорошо, приказываю этому Маммаеву отвечать, зачем ему лично эти иллюзии сиять в эфирном пространстве Елены? Он говорит, я разрушаю ее душу. Снова я вижу эту девушку в этом дереве привязанную. Он говорит, она со мной не согласна. И от этой березки, от этой веревки в сектор интерферентов тянется подключка и там такое, знаешь, как будто кого-то повалили на землю и сильно бьют сверху. Там такая же вот крышка, как вот эта в этой, в этом, которая закрывает это пространство. Такая же крышка есть. Слышу, пространство иллюзий созданных Люцифера. но там находится Илья, я слышу. И он в сцепке в таком же шарике. Я слышу. Илья, мама, я его вижу. В сцепке с Еленой. Вижу ее имя, фамилию, ее лицо. Это однозначно она. Они сцеплены, как будто сцепились. Я слышу два духа. Дух человеческий, сознание человеческое и дух Люцифера. Так, что это за событие, когда это они сцепились? Сейчас я вижу, как Елена, как огромный ангел с огромными крыльями поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы ее сознание открывается там, в том пространстве нижнем. Я буквально это вижу, как разрывается эта капсула. Капсула времени разрывается и выходит поток света, который соединяет с первоисточником. и она оттуда вылетает, как огромный ангел, у которого какой-то камень в руке. Я слышу камень презрения к антимирпу. Я слышу голоса, когда Елена спрашивала у Моны причину неприязни к цельнозору. А вот вот эта причина, этот камень. Я слышу непринятие зла, непринятие и от этого камня такая подключка идет к бороде. Это чудище. И где-то вот прямо слышу разговор, как Илья вот это говорит, Мамаев. То есть его разговор, как он смеется, говорит, все, все. И слышу закачка энергий, закачка. Сейчас я хочу посмотреть. Она вот стоит там и начинает уже оборачиваться, осознавать, то есть идет разрушение этой программы, этой капсулы времени, которая закрывает генетическую память. И она оглядывается и смотрит на этот узел, который завязывает ее руки за спину. она смотрит и этот узел превращается в этот камень, который она держит уже перед ней. То есть уже не сзади, а сзади это не вижу, не знаю, не помню. А спереди, то есть знаю, вижу, осознаю. Так, и что это за камень такой? Узел сцепления духа человеческого с духом дьявола Люцифера Ильи Мамаева, потому что это не его дух. Его дух это его божественная душа, которую он получил при створении миров от первотворца. А дух, который человек приобретает, когда делает противное своей душе, то божественная душа уходит в нижнее пространство, а вот этот дух дьявольский Люцифера он замещает. Но он принадлежит этому Люциферу, это не его. Он его тело физическое и физический разум приобретает функции передатчика. Он как передаваст передатчик. Передаст, да. Так, и когда этот узел сцепления образовался, что это было за событие? в секторе магии, я слышу, говорит, мы сидели на горе или чай. Кто сидел на горе? Елена, она сидит как турист, сидит на горе. Там еще есть люди, поход, есть люди, они сидят, но вот где она сидит, она смотрит. потому что вверху как будто бы такое черное, какой-то перевал смерти. Вверху образовывается как черная дыра и смотрит глаз. Я слышу контракт. Глаз Люцифера. И он как будто ее прошивает насквозь и энергия это она сидела как будто бы на горе, а потом руку вот так вытягивает и рука затягивается туда. Подписывает контракт, берет отпечатки пальцев. Контракт на разрушение души. Слышу КГБ. Сейчас я убираю иллюзии и передаю Елене, чтобы она отсоединилась от всех иллюзий и вспомнила именно то, что происходило на самом деле. Она говорит, я пила чай. Два события связаны одно за другим. И тут же, когда она посмотрела на эту черную дыру, она сразу проявляется, она вот так, как переливается с одного пространства в другое. У нее берут отпечатки пальцев, намокает их в секторе магии. Там человек в военной форме, считывается КГБ. Так, отпечатки пальцев это уже другая, то есть событие, Два события. Это другое событие, но когда она посмотрела вверх на этот глаз Люцифера, то оно как перелилось, оно как связка происходит, знаешь, как два соединяющихся сосуда. Да. Вот, если поднять один сосуд, то вода потечет в тот. А если этот поднять, то потечет в тот. Ну, вот что-то такое похожее происходит. Как только она посмотрела, я просто смотрю, на что оно притянулось. Так, сейчас, потому что это все там закрыто, очень много иллюзий. И вот эта борода черная в этих конструкциях вот так запутана, потому что эти пространства, они выглядят как такие, как виноград. виноград имеет одну, это как одна веточка, все события, они связаны между собой одной нитью, имеют где-то начало, начало может быть источник, или первоисточник, или дьявольский источник, внизу. И вот эти все события, они между собой связаны нитями сознания, ну вот, просто, как вот этот, оно даже считывается как огурец, огурчик, а выглядит как грона винограда. И между этими виноградинками, так называемыми, такая вот черная борода идет, считывается ползун, проникновитель, это как хобот, пиндер, вот это энергия проникновения от кого-то, который находится еще ниже. Кто там на том конце приказываем проявиться? Вижу так, это Сталин там, и он так вот тук-тук вытрусил трубку из трубки пепел, и говорит создать иллюзию. И когда он это сказал, образовалась такая красная звезда. Так, как это связано с Еленой? Странно, вижу девушка в таком простом платье, платочек как-то странно завязан, но в Советском Союзе доярки так носили платочки, чтобы волосы не падали в молоко, когда они доели, вот так вот на лоб. и она чистит сапоги, а это Елена чистит сапоги Сталина, так не звучит. Когда она вот эта тряпочка, то эти кончики как сапогов черных начинают блестеть, сиять, я слышу перетекание, вот это сургение, нерли, сейчас я спрошу, кто она, она очень стыдливая, стоит, руки сзади, она говорит, что она прислуга, вождя, я вижу, и она тут раз, открывает такую черную дверь, она стоит, она боится, руки сзади, и вот так раз открыла эту дверь и показывает, а там такая комната большая, такой стол какой-то, и за этим столом сидит вождь, а над его головой портрет, портрет там все вот эти энергии, там этот Ленин, картинка Ленина, который как лежит мертвой в мавзолее, а этот дух вампира этого, пожирает этого как бы Ленина, просто вот там себе в этом портрете ходит, сидит, там его режет на тарелке, досчитывается центр внимания, и там появляется такая вот эта же звезда, иллюзия руководителя власти, и вижу этот Сталин насилует эту девушку, а рукой закрывает ей рот, она так простенько одета, и вся сияет, а он ей вот так рот закрывает, и прямо ее схватил в ней, ну прям стоя, как она вот там стояла, вот так он это сделал, я слышу, он ее убил, сейчас я посмотрю, он ее задушил, а потом так вот уберите ее, и приходят какие-то два мужчины, и берут этот труп за ноги, за руки выволокли, и просто вот так какую-то яму выбросили, там уже были трупы какие-то, они просто так ее считывается как скотину, вот так вот за руки, за ноги выбросили, и когда ее тело упало, я слышу еще живое, то есть ее душа еще не ушла, то в эфирном пространстве она как будто бы упала на такой кол черный, который проткнул ее сердечную чакру, и вот это уголек счастья, как проткнул сердечную чакру, то на острие образовался вот этот сегмент преобразователь, вот это сцепление, то есть ее энергия уже сцепилась поедино с этим люциферианским духом через это насилие, она как уже получил, а он получил свою очередь, я слышу сегмент одобрения, и вот он уже довольный вытряхивает, искурил уже эту трубку и вытряхивает пепел, что на физике подтверждает его духовную сущность, как мы говорим, выжит лимон, а шкурку выбросить, то есть результат его правления это вот это сцепление с душами живых человеческих существ, так, и куда это пошло, и это вот стало вот этим камнем, кармической зацепкой, и она снова говорит, вот ее душа, вот там, как говорится в Библии, кровь Авеля взывает к возмездию до сих пор, и вот ее, это насильническая смерть вызывает к справедливости, или, как мы говорим, стремится к разрешению незакрытого гештальта, и таким образом выволакивает наружу сквозь время вот эту ситуацию для того, чтобы все решить, расставить на свои места, потому что живой эсэсвит так устроен, чтобы восстановить справедливость, восстановить гармонию, и убрать негативные причины искажений. Так, что произошло на эфирном плане, на что согласилась Елена? Я слышу, согласилась убить себя, расчленить себя, я вижу, как это на запчасти, я слышу, на запчасти, самая главная запчасть, вот эта, так называемая, называется сцепление, акт сцепления. Так, а давай спросим Елена, зачем она пошла на эту жертву, зачем ей это было нужно? Она говорит, меня мать привела, мать Екатерина, это ее дочь, мать привела под заработать. Да, поэтому она и хотела ее убить. так, хорошо. И у нее претензии к матери, ну, не к матери, а к дочери, к матери в том воплощении, она убила меня. Хорошо, спроси, у Елены видит ли она все эти события, ее решение? да, вырывается с рук матери, кричит, я не пойду, вырывается, поднимается в сектор первотворца и вижу, как эта черная дверь падает, ту, которую она открывала, и за собой выволакивает этого Илью, я слышу, а звучит монастырское, а я ему говорю, ты мамай, мамаев, мамаев это сын мамая, чей? Мамаев, вот так идет, это сын мамая, духа какого-то предка, он сцепил кого-то, какого-то мамая на себя, но это потом и рассмотрим. Так, пусть Иллина приказывает этому мамайу забирать все воздействия и его насилие, пусть применяет на нем же. Я вижу, он вот это так делает, вытряхнул пепел, там, в этом пепле нашел эту жемчужину сцепления и установил ее, я слышу, в куранты, вижу эту звезду, которая как будто бы вот так разделена такими фрагментами, и в одном из фрагментов я слышу душа погибшей Зины, А, Елена говорит меня. Угу. Так, и эта звезда вот напичкана такими же душами. Сейчас я посмотрю. Угу. я вижу, что между этими красными штучками такие какие-то золотые, как столбик, как связки, как будто. Ну, как делают этот витраж, витражное стекло, это какие-то золотые, они буквально как столбики считываются. А в этих красных в этой звезде она считывается вампиры, и в каждой этой находится к души. Я слышу это символ душ, которые постоянно, как будто бы хоботком тянут из сектора магии. Я слышу насилие, смерть. Вот это сцепление, программа так работает, чтобы запечатлеть время в одном моменте. Я вижу, как вот эти зубы не дать разрушить зло. Увести в иллюзию, создать иллюзию. И вот эта кремлевская звезда, она в эфирном плане выглядит, как много душ, которые связаны сзади. Каждая душа имеет, но там еще какой-то ритуал есть, там еще какой-то человек в очках. В таких круглых, такие круглочки. чеки? Я не знаю. Как его? Да, нет. Нет, какой-то другой, худой, худой человек. Не звучит никак. Голова полностью черная, демоническая. В таком этом. Он, по-моему, я слышу Чили, что уехал в Чили, сбежал в Чили, потом. Чили. Не вижу Чили. Фамилии, имени вообще не звучит, но я его вижу. Как он выглядит? Он считывается маг, колдун, проститутка. Приказу это могу назваться. Его имя кто он такой? Он говорит отделатель магии. Он именно руками его каким-то образом прикрепляет эти души в эту звезду. Я вижу, что он в трансе находится. Ну, скажем так, как в альфа-состоянии. Вот как Илья это делает его магию и создает иллюзии. Вот эти иллюзии, вот это как звезда, вот это, это компьютер, скажем так, мини-компьютер или большой компьютер, в котором сохраняется информация о смерти этих душ и которая сигнализирует всему народу или всем народам, которые они поглотили вот эта вампирическая программа буквально как народы, потому что Россия это Московия, все остальные народы, это каждый имеется, это отдельные рода, которые имели раньше свой язык, культуру, генетическую память и родовые коды. они это все поглотили, чекисты, и вот с помощью магических заклинаний, вот этих магических воздействий на эфирное пространство и насилием на физике, ложью, пропагандой, они добивались и добиваются до сих пор, потому что чекисты никуда не ушли, продолжают управлять РФ. Я так понимаю, что это Берия, который вот этот друг этого не Берия. Это не Берия. Это не Берия. Нет, это не он, это другой. Может, позже сейчас я спрошу, как его зовут. Но когда я спрашиваю, я слышу Чили. Ладно. Так. Ну хорошо. Этот КГБшник или кто он, какой он имеет отношение к Елене? Приказываем отвечать. Он берет отпечатки ее пальца. Я слышу, сопоставляет ее личность с личностью убитой Зины. Принимал типа на работу. Я вижу, что да. Угу. Так. И что произошло, когда он взял этот отпечаток пальца Елены? А я слышу, она согласилась пойти в поход. Что это значит пойти в поход? Я слышу согласиться на эксперимент залатать дыру в звезде возмездия. Сейчас я посмотрю, почему это важно для них. Угу. Я слышу, она воплотилась человеком. Опять, снова. почему важно это для для них. Для Зины важно, почему. Зина стремится освободиться, а для них что важно? Я слышу, что эти люди как бы уводят в сторону, они уходят в сторону и уводят сознание. Там вот в этой звезде как прореха появилась. А почему? эти люди воплотились и начали осознавать то есть они что они представляли угрозу для системы тем что могли своим сознанием помешать я слышу продуцировать энергию смерти с этой звезды потому что физическому подсознание подчиняется физическому сознанию воплощенному воплощенные люди могли даже на бытовом уровне решить что сталинская пропаганда система это все вранье это плохо и таким образом звезда я вижу прямо потенциально вот так загибается и вот эта башня шея у жирафы склоняется на бедрень и перестает работать и в этот момент вот этот сталин над которым висит этот портрет с этим дохлым трупом этот труп с этим духом кармически ударяют на него а когда вот эта зина воплотилась елена до ставлю еще воплощение таким образом в эфирном пространстве она стремится к освобождению от этих иллюзий смерти и от принять решение и выйти с этого пространства поэтому они их пригласили до слышу на эксперимент какой-то разорвавшиеся бомбы там я вижу что среди этих ребят появляется такой как шар энергетический он крутится как молния похож на эту молнию шаровую молнию сейчас я посмотрю откуда она магическим путем вызвано это электрический разряд какой-то вот рассчитывается как электрическая бомба и он крутится вот так там палатки такие стоят а он крутится этот шар но он как живой он внутри живые энергии и он их всех видит и почему-то с этого шара он как будто этих людей разрывает на части и зубы вот как передние зубы вот эти большие снова возвращаются я слышу в звезду смерти это ритуал продлить контракт чтоб не освободились эти души да да то есть это связано какая-то технология с физическим физическая какая-то как штука как бомба она как технология какие-то технологии да за этим стоит кгб и я вижу что когда она я все время смотрю на эту одну потому что мы с ней работаем и вот эта девушка которая еще перед этим было зиной она вот и и притягивает и она возвращается на место и встраивается в эту звезду смерти и когда она устроилась там то это капсула времени еще больше закрылась и вот эти энергии как бить как кулаками упавшего человека бьют вот еще больше усилилась эта сила и этот дух прямо вот этого вампира этого люцифера просто с такой ненавистью орёт что разорвал на части но всякую гадость там говорит мне не хочу повторять это вот и это транслируется это смерть этой зины которую изнасиловал и задушил сталин прямо звезды этой кремлевской понятно так хорошо пусть елена отказывается отдавать отпечатки соглашаться на их не эксперименты расторгает все контракты не я вижу что она студентка и она говорит что она отказывается и снимается с глаз но с лица эту маску и эта маска такая же с таких же энергий она похожа знаешь как улей я видела потому что дедушки были уль улей где эти пчелы разводились и умные соты и как этот пчелиный улей который этот рой который он дедушка разделял он брал матку отдельно вот почему снова проявилась вот это пиписка и он эту матку как пиписка это вот это и он ее вперед на две части размножают к улей да ну тут есть разделяется два улей я не вижу что так куда-то улетела давай возвращай меня возвращай пусть расторгает контракт елена я вижу она забирает отпечатки и отказывается идти в поход и в этот момент она вынимает из 1 2 чакры какой-то имплант похожий считывается ладья смерти а вот этот что я вначале увидела такой как будто человечек в виде такого продолговатого овала до бегал на ножках вот она этот имплант вытаскивает вот и я вижу как этот узел скажем такой этой березки вот и девочки развязывается и она взлетает как ангел и встала ногами как огромный ангел стала ногами и между ног выпадает как змея такая черная энергия и она хватает кого-то в секторе магии за горло горгону так как тоже ты такой сейчас я и говорю чтобы она чуть-чуть попустила хватку и она сильно уменьшилась это какая-то баба слышу баба баба ведьма о полы вот эта звезда полынь до которая задерживает развитие цивилизации человеческих душ и становится как полынь как отрава для для всего пространства я вижу она считывает деньги контракт я слышу на разрушение души я вижу как эти программы в которые обязана была эта девочка елена и и душа на нее карму перебросили я слышу первичный грех сейчас посмотрим что она не хотя с чувством вины приносит наша елена приносит какой-то контракт этой ведьме и это сразу начинает считывать сразу пошло по всем пространством энергоинформационным в темной матрице вся информация у елене сразу считались все ее зацепки о вот эти так называемые грехи в том числе вот этот грех ее уличили типа в проституции то что этот сталин ее изнасиловал то обвинили ее и таким образом сталин был оправдан я слышу что получил возможность воплотиться снова потому что люди но приняли эту карму на себя таки что между этой полынь еленой что за контракт я слышу контракт о передаче души так что в этом контракте какие условия контракта я слышу от елены идет посмотреть где мои зацепки она дала разрешение насчитывание я ее я слышу генетического кода а у полынь вот эта цель была найти вот это сцепление главную зацепку и снова проявляется вот эта звезда и этот момент появляется как будто бы дракон спал спал а потом раз и глаз вот этот просыпается точно тот же класс который посмотрел на эту девушку с перевала дятлова была там переваля зина коломогорова возможно это как-то связано ну ладно вот этот разрешение нас не настичивает считывание генетического кода пусть елена зайдет прикажет алены забирать этой полынь забирать ее воздействие отказывается передавать право считывать генетический код я слышу как елена буквально кричит вот так кричит дочери катерине которая тоже связана с этой ведьмой не передавать деньги вот кричит и я вижу как она расторгает этот контракт и какой-то как путанож который сам по себе начинает счищать с пространство елены я слышу иллюзии иллюзорный план это навязаны и программы подчинения это вот эти лямблии которые мы видели раньше которые считывались как лямблии а это уже наконец-то проявилась их истинная духовная сущность они как налепленные такие вот на энергосферу как программы управления и они счищаются сами по себе кармически я передаю елене чтобы она полностью очистила ее божественное сознание первичное мне идет вот навязанных мифов иллюзий систем подчинения программ эгрегоров и привязок я вижу как она выходит с этой звезды и вот почему она говорила что к александрийской колонии она привязана потому что эта колонна уже второй раз мелькнула мне она мелькнул а вот ментально находится на уровне бедра правого с правой стороны колонна александрийская колонна на там как бы привязана она привязана к этой колонне колонна как будем руками охватывает вот такие ну елена как руками сзади колонна она как будто бы охватывает эту колонну на этой колонне какая-то штуковина стоит она как бы держит я слышу за спиной что она держит за спиной вот это какая-то колонна такая большая а на этой колонии что-то золотое там как шар такой золотой эфир на прессе энергии которые считают эфирной днк этой энергии что это такое внутри по этой колонии идет такой черный как провод как высоковольный он так вот так вот жужжит проходит сквозь на самом верху это какая-то золотая штуковина а там что-то считывается портал выглядит он как будто такая огромный лист чего-то черного как сетка внутри и он изгибается вот так и я слышу ловит души вот так он вот эта сетка движется туда-сюда вот так выгибается и реагирует на вибрации подчинения смерти как какое отношение елена имеет к этому золотому этому свету это не свет это штуковина с она выглядит сверху золотая а почему золотая оболочка да и слышу прятать прятать это чтобы сбить с толку чтобы не считать эфирного пространства не ощутить эти вибрации этого локатора который вылавливает он настраивается и как сон настраивается с вибрациями в генетической памяти человека и таким образом я слышу совмещает он как бы совмещает с эгрегорами паразитизма вампиризма потому что это на самом деле эгрегор вампиризма это эгрегор власти которая противостоит власти первотворца то есть это дьявольская власть так и вот эта оболочка она как связано с еленой не оболочка связано оболочка эта система защиты елена связана с этим улавливателем с этой сеткой которая считывается внутри она не просто внутри она как бы заходит и за пределы этого шара но этот шар отражает это как моно вот сказала что-то ляпнула то есть она увидела но закрыла на это глаза да то есть не хотела в этом копаться не хотела в этом разбираться и вот это это считывается прятатель иллюзий а иллюзии вот этого мира этой матрицы поддерживаются именно благодаря тому что магическим все пространство замагичено и вот это насилие они и сотворяют насилие в мире и потом магическим путем через эзотерические практики магические и повторяющиеся насилия не позволяют этим душам выйти с этого пространства наоборот усиливают эти вибрации смерти и разрушения вот эти аборты это все это все усиливает их иллюзиорный мир их матрицу насилия так каким образом елена связано с этом с этой штуковины ловушкой душ где зацепка зацепка вот эта смерть этой зины одна вторая потом зацепки все ее магические действия это елемина полынь моно вот это все это мероприятия для разрушения души для удержания в мистическом вакууме и вот эта звезда красная где она там вот в этом сегменте я даже могу сказать какое-то это где верх верхняя это мне идет что не надо говорить так получается что ее как бы вот этот портал до находится в этой александрийской колонии это александрийская колонна она улавливает не только ее вот эти вибрации негативных негативной памяти потому что в физическом теле находится это как раз память генетическая и в нашем эфирном пространстве тоже находится вот это информационное поле и привязывается это александрийская колонна как раз улавливает вот эти она вот распространяет эти энергии электрические улавливает не только вибрации негативные в пространстве елены но и других миллионов людей она считается как ограничитель воли человеческой душе так но какое отношение что конкретно елена хочет сделать с этой колонной что она хочет сделать у нас холода ничего не может сделать она может выйти с этой колонны решить не вот это снова ухо идет прислушивались поселена заберется все и частички души потенциал энергии откажется от всех эзотерических практик восстановит ее целостность я вижу что это выглядит что она из сектора магии вот этот как будто бы вверх ногами стоит грона винограда и она за эту веточку черную на которой растут все эти события вот так берет и струшивает вот эти виноградинки а эти виноградинки это кармические зацепки она как бы отдает карму я слышу что прекращает распространять зло и на этом перевале дятлова это выглядит так она посмотрела этот глаз увидела и буквально она сидела как будто бы чашку держала в руках и пилать чай то есть это было вечером перед уничтожением я вижу как она берет этот портал просто и закрывает она говорит что в ней нет привязки а почему нет потому что зина ожила она из этой могилы выходит она убегает от материнской этой руки предательницы какая-то женщина которая считывается как крестьянка привела свою дочку 14-летнюю зину а нас отношение с вождем я пусть поселена передает этой матери в том воплощении всю информацию из наших сеансов чтобы она если хочет отказывалась придавать или наношу я вижу что ситуация меняется во многих плоскостях это мать берет информацию не ведет эту дочь я вижу как еще с каких-то пространства катерина забирает вот я передаю елене чтобы она очистила весь ее рот отказалась выполнять дополнительные задачи по распространению считывается алхимических алхимия прогнозов но алхимия да точно это формирование будущих событий под предлогом чего-то такого по проекту сатаны скажем так они по собственной воле человека она это отказывается я вижу и вижу как эта гора это вся ситуация с этим глазом с отпечатками все уходит в портал на утилизацию и от нее как будто бы с ее пространство с каждой чакры вырвались столбы с этими проводами и уходят в портал я передаю чтобы она стерла со всех информационных полей приказывала 7 перферентом всем колдунам которые находятся в пространстве убираться вместе их с их программами чипом и имплантами и я вижу как этот сталин как бы руками ее душу туда в этот эту звезду так она сейчас оттуда берет и как будто бы вытирает то есть очищает я передаю чтобы она очистила ее сознание от всех решений подчинения злу смерти и отдала карму за любое насилие во всех воплощениях во всех временах и очистила все ячейки ее сознание наполнила их счастьем гармонией процветания и в этот момент я вижу как это эти зубы сцепления прямо к елене гиль и вот и то что она говорила что не сможет освободиться это все неправда елена освобождается становится такая огромная и выходит я предаю елене чтобы она очистила все ее эфирное и физическое пространство от навязанных программ подчинения злу от программ колдовства почему-то снова звучит мамаев я слышу у него претензии к елене он говорит она предала меня она не послушала меня я передаю ему что он находится всех и снова это что он душит ее он ее тушил и сломал шею я передаю ему что он убийца маг насильники колдун и по конам живого всесвяту он обязан обратно забрать все воздействие к нему же и применить а это зина девочка она встает и кричит она снимает этот платок вот у нее был как будто бы платок завязан на лбу я слышу закрытая чакра гипнозом таким белым платком и она машет этим платком и вот так теперь положила и вот эта косыночка этот треугольник она показывает всем и говорит он убийца он убийца водка говорит она и берет эту звезду и просто ему в лоб этой звездой из ее третьего глаза выскакивает такая черная энергия такой чар шар сцепление я слышу сцепление с идиотом так а идиот кто то это идиот приказываем проявить согласно физикой днк кто он такой приказом отвечать я вижу это борода как аспатая этот колдун это вот этот дух и в этом духе вот этот ленин считывается просто труп так так какие еще есть зацепки по отношению елены к этому мама его она говорит я рулила его я рассказывала правду и снова вижу эту девочку зину в этих хоромах сталина и она кому-то что-то рассказывает а вот это снова идет она как будто бы дверь эту черную за которой он прячется она постоянно вот так как бы открывает и она постоянно показывает на этого трупа с этой но на этот портрет от на него и постоянно говорит что он убийца она говорит что она видела труп а вот она что она заходит в ванну и видела труп в ванной какой-то труп ванной лежит и остошнила она выбегает и истерика ее вот сюда так вот она дрожит и там ее чем-то напоили я слышу что это предшествующие события смерти убрали как свидетеля я слышу что она отреагировала неправильно потому что там какая-то женщина есть какая-то какая она реагирует на это правильно как нужно вождю тихо без этих без сопротивления то есть превратить а это женщина вот это она старше она считывается как она запечатана она как зомби она вообще вас не воспринимает внешний мир они не осознают реальность вообще так что в этой ситуации хочет изменить елена она говорит что она хочет не хочет опровергать ложь она говорит что она хочет уйти и я вижу что эта ситуация но как будто бы ее не должно быть потому что она отменила вообще прием на работу в эти горничные я передаю чтобы она расторгла все контракты подчинения и отменила я вижу она захлопывая эта дверь и эта сцена тоже уходит все пространство я передаю чтобы она брала все те ситуации и она происходит вот так у нее в руках такая черная иголочка и она этой иголочкой вот так тык 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 и все вот эти лямбли не так называемой да они выглядят как энергетики считывается энергетические вампиры до программы управления человеческой душа она их вот так тык 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 то есть этими же кармическими зацепками эти той иголочкой и они разрушаются и она выходит я передаю чтобы она очистила все ее сознание наполнялась прозрачным чистым естественным божественным светом истины добра счастья гармонии пусть полностью очищает ее пространство всех чужеродных энергии отсекает все связи с игры граните мира поднимается максимально вверх и она вот так вот как будто бы своего пространства вот так вот вышвырнула такую энергию как чудище какое-то вот это которое там было говорит упырь и слышу она говорит я с вами не пойду она отказывается идти на перевал в этот поход и она я вижу как снимает энергию из этой звезды и звезда это так на бикрень и эта звезда по наклонилась и падает она потеряла свою силу воздействия я передаю информацию всем всему эфирному пространству оставляем эту информацию передаю чтобы или она оставила всем предыдущим и грядущим поколениям во всех временах пространствах кто такой упырь кто такие то есть мы эту обличаем ложь насилие ложь а сами отсоединяемся от этого всего в нашей реальности этого нет наше решение это полная гармония с первотворцом с конами жизни с конами счастья процветания здоровья и она улыбается такими белыми красивыми и зубами выходит с этого пространства темного я и передаю чтобы она полностью стерла все эти ситуации и уничтожила эти все эгрегоры все привязки освобождалось полностью восстанавливал окон и своей божественной души все изъяны пусть излечивает наполняется светом гармонии и вот это так называемая шляпка которая была на бикрень уходит исчитывается целостная хорошо пусть елена родит ее дочь екатерина здоровый целый без подключек в гармонии и любви звучит я прощаю тебя катерина летит как как птица как ангел с крыльями сектор первотворца и елена у нее с пространства как будто юбка такая длинная с подключкой уходит и и родовые чакры становится восстанавливаются и вот третья чакра тоже восстановилась все хорошо считывается очистила рот от препятствий прекратила разрушение души и в ее пространстве как будто бы стекает по ногам вниз вот эти все ситуации как как будто бы это грона винограда с этих ситуации лопают уходит вся эта негативная энергия эти подключки уходят и она говорит что она больше не громогласец показывает эту звезду которая с которой ее душа говорила она говорит что она больше не громогласец и распространитель смерти я передаю что она сейчас сможет своим сознанием эту звезду переформатировать переформатировать на энергии воли счастья гармонии и распространить эту энергию я вижу как через эту через эту информацию течет в эту звезду такой поток из сектора интерферента люди такие с и связанными руками и у них у всех как будто осиновый кол в спине так и от всех этих людей эти осиновые они как колючки у розы тянется в одно место в сектор магии там считывается клан колдунов клан так ладно виктори запрещаем магам колдунам все их не колдовство насилие пусть забирает карма им отдаем запрещаем в нашем светлом пространстве угу плодить ложь и насилие все игры играете передаем информацию всем людям человеком который желает получить информацию алгоритм освобождения пусть освобождается отказываться от этих игр игр в смерти очищаем пространство да все все чужеродное отправляем на аннигиляцию и которые поднимаемся максимально вверх да все соединяйся от всех этих ситуаций замороженных ситуаций тоже отправляем на аннигиляцию посмотри сейчас на елену как она сейчас выглядит она выглядит ее энергосфера прочная прозрачная она там входит внутри и залепливает такими листочками такие как дверцы она ходит то есть происходит процесс восстановления я слышу кода в жизни и передаю что елена хочет восстановить ее физическое здоровье пусть и подсознание ведет по пути абсолютного здоровья восстановления зубов красоты молодости гармонии жизни процветания верности к нам первого творца пусть каждый увидеть кто служит первого творца уже пора пора творцам возвращать свою силу и на быту и на быту доказывать свою приверженность к нам благополучия радости счастья гармонии и пришло время когда каждый увидит кто служит свету и кто служит теме по результатам их на физике мы берем себе только только счастье гармонию процветания достаток здоровья красоту молодость и все то прекрасное что дает первоисточник жизни да руководствуемся конами первое творца жизни и гармонии хорошо вектор спросил елены все ли мы сделать для нее на этом сеансе да все она говорит что она разрушает эгрегоры в ее сознании и дальше продолжает вот это делать я передаю что она может зайти мысленно в тот момент когда она завершит работу своего совершенствования и возобновления и пусть остается там в пространствах света гармонии здоровья любви и процветания да все хорошо свет все прекрасно я могу возродить хорошо прощаемся с еленой да отсоединяйся виктория от всех и всего угу проверяй твое личное пространство да хорошо закрываем порталы наполняемся энергией любви жизни и гармонии угу хорошо виктория я посчитаю от 1 до 3 ты выйдешь в физическую реальность где если бы разговаривать и будешь себя чувствует великолепно один два три возвращайся ну вот виктория и евгений какие вы молодцы это просто низкий поклон вам проделанный труд это была твоя работа наша тоже не надо скромнить конечно конечно потрясающим просто потрясающим елена вы почувствовали что вы сделали свою работу да да потрясающим я очень вам уговерный мы вам очень благодарна я сейчас поняла там была иллюзия создана то есть илья через связь с моной они мне так идет что делали расследование по дятлову поэтому как-то это повлияли на эфирное пространство чтобы закрыть истинную причину ну и вот это зина колмогуру скорее всего перед перекинули на нее эту карму как-то эту информацию потому что я так и не срастается как-то он задушил ее и вот это дятловцы а как не срастается почему не срочи но и но я могла а вот и кереки я на маркетинге она смогла умереть или того что сталин ее задушил или на этом перевале нет этой камере так было насколько я поняла к ректоре я думаю что нет я думаю что это нет это две разные жизни я актуал то есть как я может быть я кубку вот что что пятьдесят девятый год так Сталина уже не было в этом он же Сталин уже умер до этого конечно это конечно две в тридцать седьмом году вот эта колмогурова родилась какая колмогурова которая вперед вот эта зинаида толмогурова которая умерла на письме на письме нет это четко видно было что это было две жизни да я так и поняла понятно ну ясно главное это сознание человека жизнь по конам нет дело в том что это возможно вообще не было этой смерти на перевале почему почему я считаю чуть ли не расчленили не или не забирали ну конечно их не зря согрел нет это это однозначно что то были два две жизни поэтому их собрали вместе для того чтобы снова убить расчленить но они не имеют власти над воплощением поэтому они не смогли запретить воплотиться потому что светлый человек воплощается а темный может воплотиться только вот как сталин только благодаря тому что всенародной любви и вот как путин делает то же самое то же самое делала и гитлер нормальному человеку адекватному выпрашивать вымаливать и выуживать любовь у толпы у народа не нужно народ его любит за его дела вот как весь народ украины любит зеленского но за то что он защищает их а не за то что он какой-то красавчик или за то что он выпрашивает абсолютно не за того а за того что он как бы дублирует их желание быть свободными что он не предал украину так как например предал порошенко или все предыдущие президенты которые были фактически ставлены ником не крепля то есть они ничем не отличались выполняли дальше эти мафиозные эту структуру поддерживали виктория я так поняла александре александрская колонна там какое-то воздействие будет портал да 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 это портал который сейчас она сейчас она будет все-таки уменьшена потому что там же постоянно вокруг нее вот эти бесовские пляски устраивают а сейчас буквально через неделю будут выпускники ну вот дело в том что зло имеет силу только тогда когда мы его одобряем и когда разрешаем ему происходить еще нужно еще до хорошо посмотреть что это за мамай мамаев а мне почему-то когда я выходила пришло что я убил мама я мама и это такие древние украинские колдуны тоже они занимались там бог вести им тоже бы это расследование посмотреть но они защищали запорожскую сеть они защищали всю украину магическими какими-то воздействиями нужно смотреть и есть информация что среди них тоже были как бы такие вот как мы с женей работаем чисто и были колдуны то есть там еще точно непонятно что произошло почему-то по мамаев это не мамай потому что есть фамилия мамай а это титул это титул всего мамаев было немного мамаев было по моему 18 которые жили каждый в своем городе и они как старожили оберегали украину русь тогда она называлась вот набегов вот эти кочевники потому что шел это черный как раз пояс эти татары а эти как старожили в эфирном пространстве они чувствовали эту угрозу и предупреждали всех вот это были мама и потом они владели силой они наводили на войска противника иллюзии и мамай в переводе означает как властелин иллюзий они создавали иллюзии и враги в бешенстве в сумасшествии убегали вот поэтому и была екатерина уничтожила запорожскую сич чтобы уничтожить этих мамаев а эти мама это вероятнее всего это как перед ними это были вот эти вещи и всякие это их пётр первый когда пришел к власти приказал убить всех старцев которые более 300 лет ну вот это и откуда-то оттуда вот этот илья получил эту свою магическую власть или перехватил просто перехватил этот титул или что-то там произошло ну хорошо хорошо потрудились леночка большая длина молодец несмотря ни на что всем состоялся наша воля да уж плену что-то не слышно уже она выключилась включает звук чтобы да потому что было не старт на стороне голоса виктория рассказывала так интересно я решила не мешать хорошо окей ну что да мы скоро создаем новую практику потому что эти дыхательные практики они хороши тогда когда есть много блоков пара творцам просыпаться брат силу свои руки вот и на как бы отсоединяться от этого то есть потому что есть два пути как разобраться с прошлым покопаться в нем но нужно вовремя остановиться и выйти потому что если долго копать то можно потом себе яму выкопать могилу еще столько вопросов осталось у нас тоже конечно обязательно у вас такие интересные аспекты что ваши только аспекты могут быть как отдельном видео что надо заливать многих на правильные раздумия да а светом мы так и не разобрались с фильмами значит это будет еще один сеанс смотрите это с фильмами она она всплыла том что важно с фильмами она вас не коснулась а может она не так важно основе я даже на ютюбе смотрю теперь фильма я сначала просматривал какого цвета кадры там есть функция предварительный просмотр кадров если я просто не смотрю эти фильмы но есть такая есть такое понятие вот эти коричневый фон они создают вот эти такие тона приглушенные они для того чтобы не отвлекать яркими красками от то есть это больше на подсознание действует и кроме даже можно прочитать об этом они пишут потому что если красочный фильм она будет вот эти пятна она будет как бы цветные то есть это все игра с нашим сознанием абсолютно и вот эти мелькающие кадры разноцветные они влияют вот так но что-то все неестественно это неестественно это неестественно понимаете потому что естественно смотрите открытыми глазами на открытую природу она у нас цветная она же черная не коричневая и потому что мышцы у нас постоянно идут ассоциации если это коричневая то это что выливая буря это угроза какая-то война еще что-то вот я поэтому хотела узнать что на самом деле я чувствовал знаете потому что но и чувство неприязни она так и осталось ну смотрите вам мы ваш сеанс очень интересный тем что вы разоблачили вот эту программу принятия а у нас есть две опции если мы сильно будем на что на чем-то сконцентрируем свое внимание если она нам очень дорого мы это любим или наоборот не любим то это говорит о том что у нас все-таки есть привязки а как убрать привязки ну просто отсоединиться подняться туда то есть этого в моей реальности нет но не смотрите фильмы и не смотрите фильмы но если вас будет это сильно тревожить ну как-то она естественно что всплывет что-то она покажется вам то ли еще сеанс будет то ли еще что-то но она развяжется так она работает не самое важное самое главное это сегодня но интереснейший сеанс и думаю ну никто бы не может придумать никакого сценария на самом деле всем это связано как она связана но в эфирном пространстве все логично все закономерно вот ну хорошо давайте у нас мало времени еще людачка нас там я такие же аспекты интересные благодарю всего хорошего